Особое мнение на 101FM Евгеньевичем будем разбирать тему Которую мы разбираем на протяжении Наверное последнего месяца Очень активно, чуть ли не каждый день Это тема так называемой мусорной реформы Завтра, насколько я понимаю Все-таки должны нам окончательно сказать Будем мы платить за вывоз мусора С января месяца с человека Или с квадратного метра И в том и другом случае Сколько составит тариф Я напомню немножко нашим слушателям Яну Евгеньевичу предысторию Изначально говорилось На старте реформы Что платить мы будем с человека Потом стали говорить о том Что в Кирове логичнее брать плату С квадратного метра Потому что в Кирове Очень много приезжих из районов области Которые живут здесь Без прописки, регистрации и так далее И в квартирах, где они живут Прописан один человек Иногда вообще никто не прописан И как же так? Мусорит трое, платит один Ах, несправедливо При этом с квадратного метра И платежей с квадратного метра Тут тоже есть такая Определенная лукавость Потому что, на мой взгляд В Кирове достаточное количество Однокомнатных квартир Площадью 30-32 метра Где живет один человек И этот человек, например, пенсионер Могут и не жить вообще Просто квартира может стоять Как инвестиции Там никто не живет Люди оплачивают Исключительно общие домовые нужды И никто там не мусорит Вот, но тем не менее Даже если там кто-то живет И если этот кто-то, например, пенсионер То платить он будет По тому тарифу, который назывался 6-7 рублей От 180 рублей в месяц То есть это не 156 рублей Которые нам изначально называли Как предельную величину Тарифа за вывоз мусора Несколько больше Да, вот на ваш взгляд Все-таки какая система Более справедливой Вот И К какому решению Все-таки могут склониться Наши власти Ну, отвечать на вопрос К какому решению Могут склониться власти Это бессмысленное занятие Решение наших властей К сожалению Очень часто Законом логики Не подчиняется А что касается Обоснованности тарифов Ну, как раз Вот здесь Я бы очень дорого дал На то, чтобы посмотреть Экономическое обоснование Тех цифр Которые предлагаются В настоящий момент Утвердить в качестве платы За вывозку мусора По большому счету Сами по себе Квадратные метры Как предмет неодушевленный Генерировать Мусорный трафик Просто не могут Мусорят все-таки люди А не пустые квартиры В то же время На мой взгляд Следует как-то сочетать Оба способа начисления Почему Я приводил В одну из наших с вами Аня Прошлых встреч Подобного рода пример Вот у меня в собственности Есть офисное помещение Где никто не прописан И никто не живет Уверяю вас Но мусора Мы производим Достаточно большое количество Девочки у меня Простите И точно так же И чай пьют И бумаги резаные Мы выбрасываем Достаточно много Не говоря уже Про разного рода Прочее Вы вашу бумагу Не можете в маклоту Раздавать Потому что там внутри Сведения Которые не могут быть Разрушены Я ее пропускаю Просто через шредер И потом выбрасываю В обычный мусорный контейн Не зажигаю Ничего сильно секретного Там нет Вот Сочетать На мой взгляд Следует Обе эти системы Исчисления Платы Но что-то мне подсказывает Что в настоящий момент Наша власть Рассматривает Подобного рода Оплату Утилизации Твердых бытовых отходов Как своего рода Налог На собственника На владельца Недвижимости Подождите Вы хотите сказать Что это некая Стимулирующая мера Чтобы люди Свои большие квартиры Продавали И переезжали В маленькие студии На окраинах На мой взгляд Весьма поверхностно Относятся наши власти К формированию Тарифов Операторов Региональных И слишком большую норму Прибыли Закладывают Подобного рода Операторы В те цифры Которые Представляют На рассмотрении Утверждения Комиссии РСТ Вот я бы Очень действительно Дорого дал На то Чтобы посмотреть Вот эти экономические Выкладки Расчеты Что-то мне подсказывает Что процент Доходности Ну на уровне 25-30 процентов Закладывается Ну чисто поверхностно Мое предположение Такое Потому что ничем иным Объяснить Подобного рода Странный рост Тарифа И негибкую систему Исчисления Платы Я для себя не могу Если у меня Например Есть дом Есть квартира Есть офис Я не могу мусорить Везде Я все равно Где-то Произвожу мусор В одном месте Какая разница В какой мусорный контейнер Или везде Но понемножку Ну да В какой мусорный контейнер Я это Простите Положу В контейнер У своего дома Либо в контейнер У своей квартиры Либо в контейнер У офиса Количество мусора От этого не изменится Все равно Но если платить Если платить С квадратных метров То мы понимаем Прекрасно Что квартира В которой живут Два человека И квартира В которой живут Шесть человек Она производит Разное количество мусора А площади квартир Будут одинаковые И плата будет одинаковая Ну вот здесь вопрос Который многие Мои коллеги Ставят уже У нас До настоящего времени Проживание На территории Муниципального образования Любого Без государственной регистрации Является административным Проступком Соответственно Может быть Имеет смысл Больше внимания Уделить К установлению Фактического Количества Граждан Которые проживают На территории Муниципального образования Город Киров Вместо того Чтобы Переваливать Проблему На другие головы То есть Должна лучше Работать ФМС Полиция Управляющая Компания Старшая По домам Регулярно Обходят Многоквартирные Дома Они видят Как минимум Количество Граждан Которые Проживают В той или иной Квартире И могут При необходимости Привлечь Внимание И Правоохранительных Органов Вот смотрите Вот это справедливая история На самом деле Высчитать Все-таки Где сколько Людей живет Но есть опасения Они высказывали В том числе В социальных сетях Что Ну как бы Вот эта ситуация С проживающими Она меняется То есть Если стоит квартира Которая Не используется Собственниками Этой квартиры Для собственного проживания Чаще всего Она сдается И сегодня Она сдается Девушке-студентке А завтра Она сдается Семье С тремя детьми Если это Неоднокомнатные квартиры Ну на мой взгляд В таком Разе Следует Задуматься Над совершенствованием Системы учета Граждан Которые Проживают Где-то Вне места Своего Постоянного Места жительства Например Приехала девушка Из Не знаю Свечи В город Киров Она же совсем Без прописки Не может жить Эта девушка Из свечи Слушайте У нас Вся Москва Живет С прописками Которые Содержат Сведения Со всей России Коренных Москвичей С московскими Прописками Кратно меньше Граждан Которые там Проживают Годами Десятилетиями Не имеют Совершенно верно Но вот эта девушка Из свечи Она получается Все равно Где-то прописана Если она не прописана В Кирове Там где она живет Она либо прописана Как-то зарегистрирована По адресу Общежития Вузовского Там не знаю Или техникум И даже если она там Не живет Она все равно Может быть там Зарегистрирована Или она По-прежнему Имеет прописку Того места Откуда она приехала В свечи И она там будет платить Если будет платить С человека Тут вопрос Смотрите Значит у нас Бытовых отходов Определяется Постановлениями Распоряжениями Местных властей Субъекта федерации Если человек Например Прописан В Татарии А де-факто Живет В Кирове Либо Из Владивостока Переехал В город Киров Всяко бывает Это экзотические Какие-то случаи Я понимаю Просто человек Будет платить Что-то там Если в данном Субъекте федерации Плата взимается С регистрации С человека Который зарегистрирован Ну и в данном Случае Собственник Кировской квартиры Будет платить Еще что-то С квадратного метра На мой взгляд Негибкая система И я вот просто Не понимаю Экономического Обоснования ее Ну вот смотрите Если я верно Вас понимаю Вы говорите О дифференцированном Тарифе То есть есть Какая-то Небольшая составляющая Которая взимается С человека Прописанного Там по тому Или иному адресу И есть Какая-то Небольшая Плата с метра Да Просто смотрите Опять же Точно так же Я говорю о чем О том что Ну вот Мой офис Точно так же Производит Какое-то количество Мусора Но не сами по себе Офис правда А те люди Которые у меня Работают Они все имеют Кировскую регистрацию Мне по большому счету Не жалко Я готов оплачивать С квадратного метра Что-то Но тогда Возникает вопрос Если человек Там 8-10 часов Проводит на работе Генерирует Мусор Там Несет Какие-то Расходы Почему он Он тогда Должен платить И там И там Я не могу Одновременно Находиться В трех разных местах В доме В квартире И в офисе Не вполне понимаю То есть Если наши власти Наберутся храбрости И скажут Что ребята Здесь не надо Искать Никакой логики Просто мы Решили таким вот образом Обеспечить прибыльность Работы Регионального оператора Ну Все будет понятно Никто так не скажет Вы же понимаете Ну Мы-то с вами подумаем Ну да Вообще Многие наверное Подумают Хорошо Последний вопрос По теме мусора Мы ее наверное На этом пока Прекратим До завтра А завтра уже Посмотрим На ваш взгляд Какой тариф Для Кирова Именно Кирова Как областного центра Был бы справедливым Ну неважно С квадратных метров С человека Вот если в расчете На одного человека На одного жителя А я не знаю Я сильно сомневаюсь В достоверности Тех данных Которые региональные операторы Дают в комиссию РСТ Я же только что сказал Я хотел бы посмотреть Давайте посильным Для жителей Кирова Вот какой тариф На ваш взгляд является Ну я полагаю Что платить за вывоз КТБО За стандартную однушку Больше 150 рублей Ну это На мой взгляд Это грабеж 150 рублей Говорит Ян Чеботарев Это максимальный Предельный тариф Который Может позволить себе Один житель Кирова Проживающий В однокомнатной квартире Сделаем небольшой перерыв И вернемся Особое мнение Инвентарь Владельца комплекса Горнолыжного На Кикиморской горе Андрея Морозова Вы писали у себя В фейсбуке Что по его оценке Стоимость имущества Которая пострадала При сносе объекта Бульдозером Составляет около Миллиона рублей Ну чуть поменьше 960 Около этой цифры На место были вызваны Сотрудники полиции И сотрудники Следственного комитета Я не ошибаюсь Или нет Или только полиции Насколько я понимаю Ситуация развивалась Следующим образом 5-го числа Декабря месяца Значит Первый раз На прошлой неделе Первый раз были замечены Рабочие Которые пытались Проникнуть В помещение Для хранения Спортинвентаря А пишите пожалуйста Вот это помещение Оно что из себя представляло Это какое-то Небольшое строение Такое деревянное Небольшое строение Деревянное Да На каркасе Никоим образом Недвижимое имущество Без фундамента То есть исключительно Деревянная постройка Передвижной сарайчик Где Владельцы Хранили Спортивный инвентарь Ватрушки Лыжи Сноуборды Какие-то Огрождающие элементы Конструкции И прочие вещи Это то что можно было Взять в прокат Я правильно понимаю Да Да Вот И как раз Первый раз О том что Имеется какая-то проблема Владельцы услышали 5-го числа Декабря месяца Мы Попытались Понять В чем Собственно говоря Находится В каком Правом поле Находятся проблемы И с чем Они вызваны Но К сожалению В ночь На 6-е число Неизвестный нам Пока Бульдозерист Как говорят Действовавший Во исполнении Распоряжения Руководства Территориального управления По Первомайскому району Городской администрации Просто Бульдозером Снес к чертовой матери Все эти места хранения И повредил Таким образом Весь инвентарь И мой то пост В фейсбуке У себя Был как раз Основан на том Что на мой взгляд Подобного рода Варварский способ Решения проблемы Он неприемлем Абсолютно У нас Сейчас уже есть Документы На основании которых Этот снос И был осуществлен Так подождите Давайте мы Разберемся 5-го числа Пришли люди Которые Андрею Морозову Сказали Мы будем сносить Вот этот вот сарайчик Да Были запрошены документы Кто вы такие На основании чего Они сказали Вам все пришлют Они сломали дверь В помещение Где этот спортинвентарь Хранился Но удалось вызвать Сотрудников полиции Которые попросили Удалиться И без соответствующих Документов Не приходить Значит На этом 6-го числа С документами Они не появлялись 6-го числа Когда утром Сотрудники Комплекса Пришли на работу Они увидели бульдозер Который совершенно спокойно Раскатывал По остаткам Этого сарайчика Ага А документы Все-таки есть Вы их получили Когда? Ставили 7-го числа По почте Мы получили документы Снесли 6-го Документы Принесли 7-го Интересно Вот как раз Я встречал Несколько высказываний В сети интернет Какие-то представители По-моему Отделов Городской администрации Говорили о том Что Морозов Неоднократно предупреждался О грядущем сносе Ну я могу Подтвердить Что да Сам Морозов Говорит мне Их к ответственности За самоуправные действия Которые причинили Существенный вред Его интересам И достаточно большой убыток Дождемся Процессуального решения Со стороны полиции Будет видно Кто перестарался А полиция Должна На сумму Превышающую 900 тысяч рублей Ведь спортинвентарь погиб Все эти Приспособления Для катания Лыжи Санки И прочее Прочее Стоят денег Соответственно Здесь Речь идет о том Кто это был И на основании чего Подобного рода Действия совершались Я видел Распоряжение Главы теруправления Первомайского района Там ни одного слова нет По поводу того Что Кому-то поручается Уничтожать чужое имущество Согласитесь Что странно было бы Человек Припарковав машину В неположенном месте По возвращению Видит свою машину Не просто эвакуированную Куда-то И может ее забрать А раздавленную В лепешку Чем это может быть Оправданно Ничем На мой взгляд Поэтому здесь Мы дождемся Процессуального решения Со стороны полиции Мы полагаем О том Что в ходе проверки Нам удастся Получить сведения Кто Принял решение О подобного рода Варварском Уничтожении Имущества Предпринимателя Насколько я знаю Андрей Николаевич Обратился К уполномоченному По защите Прав предпринимателей Готовится В настоящий момент Владиславу Попову После этого Когда мы будем знать Кто Непосредственно Проявил Подобного рода Прискорбную Инициативу Будет уже Принято решение Например Об обращении В суд За взысканием Суммы убытков Причиненного ущерба Либо С бульдозериста Бульдозериста Который Не разобрался В ситуации Либо С человек Который Принял решение И дал ему Соответствующее указание То есть Именно Сносить Бульдозером Ну да На мой взгляд А была возможность У бульдозериста Сложно конечно Предполагать Потому что мы там На месте не были Но была возможность У бульдозериста Допустим Приехать не одному Допустим Приехать в присутствии Представителей Терруправления Представителей Правоохранительных органов Вскрыть дверь Эвакуировать куда-то Весь инвентарь Вывести куда-то На склад Еще куда-то Ну конечно была У нас Гражданский кодекс Книга Всеобъемлющая И дающая ответы На все вопросы Да безусловно Есть такой способ Защиты гражданских прав Как самозащита Но тем не менее Это же статья 14 Говорит о том Что самозащита Гражданских прав Не должна влечь Неоправданного Причинения убытков Кому бы то ни было Это мы про мэрию Сейчас говорим Ну в смысле Против управления И про администрацию Города самозащиты Еще раз Да Значит Упоминание О таком способе Защиты права Как статья 14 Самозащита Содержится как раз В распоряжение Которое было Издано Главой Первомайского Теруправления Господином Симаковым Вячеславом Николаевичем Симаковым Да Вот Другой вопрос О том Что в данном Распоряжении Не прописан Способ Порядок Процедуры Его исполнения На мой взгляд Здесь существовала Достаточно простая И существует Практика Приглашается Участковый Демонстрирует Соответствующее Распоряжение Вскрывается дверь Все ценное Выносится Да Устанавливается Наличие Какого-то ценного Имущества Значит После чего Это все Вывозится На какие-то Склады С тем Чтобы потом Иметь возможность Передать это Имущество Собственнику Собственник Конечно Будет обязан Компенсировать Администрации Затраты По транспортировке И хранению Такого имущества Бесплатно Ничего не бывает Мне кажется В этой ситуации Можно было проще поступить Можно даже Никуда не вывозить Все было Все-таки лыжи Это извините меня Не что-то Что может на морозе Испортиться И в этом Там не знаю Помещении Где они хранились Там наверное И отопления Это не было Слушайте Система Можно было Просто вынести На улицу И участковый Мог вызвать Собственников И дождаться Их прибытия И сказать Вот ваши Никто не знает И не знал На тот момент Кто является Собственниками Той или иной Пары лыж Просто для того Чтобы не углублять Конфликт Обычно Все-таки В присутствии Сотрудников Правоохранительных органов Производится Вскрытие мест хранения Составление описи С последующей передачей Например На ответственное хранение Кому бы то ни было Этому же Подрядчику Например Который осуществлял Снос Ну Опять же Я могу только Предполагать Что вообще Может храниться У кировчан В их гаражах И газовые баллоны Заполненные И канистры С горючим И прочее Слава богу Ничего не рвануло Собственно говоря И никто не пострадал И никто не пострадал Да Но тем не менее Вот Все-таки Безалаберность Некоторая В действиях Подрядчика Как минимум Который осуществлял Подобного рода Снос Ну в том числе И недоработки Со стороны Чиновников Которые Не разъяснили Подрядной организации Как следует Осуществлять Этот демонтаж Имеют место быть Все-таки Понятие Демонтаж И снос Это немножко Разные вещи Опять же Когда Возникают Проблемы С другими Предприятиями Столь Ретивого Стремления Немедленно Что-то сломать У наших Чиновников Обычно Не происходит Это вы сейчас Про что? Можешь пример Привести? Стандартным способом Ну тот же Коневский рынок Простите Я участвовал Еще в начале 2000-х годов В Войнах За Коневский рынок И там Подобного рода Спор Решался В суде И только По вступлению Решения В законную силу Арбитражного суда Устанавливающего Неправомерность На тот момент Занятия Спорной территории Со стороны Арендатора В ход Были пущены Службы судебных Приставов Которые И осуществили Демонтаж Спорного ограждения Почему Не воспользоваться Нормальным Законным способом Решения конфликта В виде обращения В суд Мне честно Здесь непонятно А сейчас не идет Разве судебные процессы Судебные процессы Идут Но эти судебные процессы Идут Не по поводу Сноса Демонтажа Каких-либо Строений Объектов И прочих вещей Администрация Подала Несколько исков В суд К предприятию Калинка Морозов Которая арендовала Земельные участки В связи с тем Что часть договоров Расторгнута Она хочет получить Два земельных участка Назад Самое смешное Что ей эти участки Предлагаются Но Речь идет О состоянии И качестве Администрация Хочет Чтобы на Тех участках Которые подлежат Возврату Калинка Морозов Сделала Дренажи Облагородила Источники Которые там Бьют Из земли А это Ежовский Озерный заповедник Ключи Вот Точно так же Произвела Рекультивацию Земель Ну одно время Там ставился Вопрос О вывозке Мусора Но мусор там Был своевременно Убран И сейчас Таких требований Администрация Не предъявляет Суды идут Ну как интересно То есть я Насколько помню У Морозова Как раз забирали Этот участок Потому что там В качестве претензий Назывались Как раз Отсутствие дренажа Там какие-то Экологические вещи И прочее То есть Приведите в порядок И отдайте нам Слушайте Тут на самом деле Проблема Большая Почему Потому что Администрация Города Все время Отдала Данные Земельные участки Господина Морозову Фирмы Калинка Морозов Не просто так А под организацию Горнолыжного комплекса С возможностью Строительства Объектов недвижимости Часть объектов Недвижимости Построены Введены В эксплуатацию Надлежащим образом Зарегистрированы На праве собственности Часть объектов Строятся Но как объекты Недвижимости Они уже существуют В виде объекта Незавершенного Строительства Как можно Вернуть Земельный участок На котором Стоит дом Мне вот лично Как юристу Непонятно Я знаю только один способ Снести например Этот дом И передать Арендодателю Этот земельный участок Свободным От любого Иного имущества А людей Жителей На ответственное хранение Всех куда нибудь Хотя такое требование Не заявляется Не заявляется То есть Недоработки Проблемы Безусловно Здесь есть И недочеты С обеих сторон Я никаким образом Не беляю Самого Андрея Николаевича Он тоже там Проявил Некоторую Халатность В развитии Данной территории Ну вот И получил Ровно те проблемы Которые имеет сейчас Просто Моя задача Как юриста Помочь Разрешить эту проблему С минимальными потерями Для всех сторон Те участки Которые В отношении которых Договор аренды Не действует И расторгнут И безусловно Андрею Николаевичу Передаст администрации Вопросы связанные С каптажами Дренажами И прочими Гидротехническими Сооружениями Будут разрешаться В арбитражном суде Не думаю Что администрация Города выиграет Но посмотрим Что касается Вот подобного Рода действий Как имели место быть В части Причинения Ущерба Имуществу Я не склонен Полагает Что здесь имела место Быть какая-то Месть С чьей бы то ни было Стороны Господина Морозова В связи с его Активной Гражданской позицией Он обращается Во многие органы В Государственную Думу Где угодно Призывая Сохранить Важный Спортивный Объект Для города Ну Вот Не думаю Что это какая-то Месть Но На мой взгляд Вот подобного Рода Проблема Недоработки Причем чисто Юридической Недоработки Со стороны Чиновников Администрации Которая Привела к причинению Ущерба Предпринимателю Умеет место быть И естественно Нужно задуматься Что сделать Чтобы это не повторилось В дальнейшем Ян Чеботарев В нашем эфире Мы сейчас должны Уйти на рекламу После нее вернемся К еще одному делу Которое вы Курируете Я бы так сказала Особое мнение В министерство В министерство Государственное имущество Да Правительство Кировской области Мы на днях Получили ответ Что По мнению Правительства Здание костела В 90-е годы Было реконструировано И Как они пишут Утратило Религиозное назначение В связи с этим Нам в очередной раз Отказывают В передаче Данного храма Ну 17-го числа Отец Григорий Зволинский Будет в Кирове Я уже получил От него Необходимые инструкции Готовится исковое заявление Мы снова пойдем В арбитражный суд Точно так же Оспаривать Решение правительства Если Первое наше Исковое заявление Которое рассматривал Арбитраж Нам было отказано В удовлетворении Наших исковых требований Исключительно По формальным основаниям Сейчас мы сделали все Для того Чтобы суд все-таки Рассмотрел Наши требования По существу То есть Я полагаю Что тот вопрос Который ставит Правительство Что якобы В результате Какой-то реконструкции Переделки Храм перестал быть таковым Ну Это далеко от истины Я знаю Массу случаев Когда Множественно Реконструированные здания Используемые Как угодно Но не в религиозных целях Передавались Русской православной церкви Это и Бывший планетарий И Другие храмы И Квату Где Простите С момента Строительства Ни один ремонт И ни одна реконструкция Проходила Но тем не менее Русская православная церковь Все-таки Эти здания Почему-то получают Очень странно Что в отношении Верующих Другой конфессии Закон Применяется Как-то своеобразно И по-другому Мы здесь можем Понимать Почему Применяется Немножко по-другому Потому что Это неразрушенное Неразваленное Условно говоря Здание В которое В свое время Были сделаны Большие материальные Вложения И стоит Ценный Объект Культурный Это орган Который Проблематично Перенести То есть Со стороны Логику Скажем так Министерства Госимущества Я понимаю И логику Наверное Министерства Культуры Я тоже понимаю Вот У меня Яна Венч В связи С этим Вопрос Ну Хорошо Там Не хотят Или не могут Это Тоже такая тема Отдельной беседы Но люди понимают Что дело уже Ну как бы Вот уже Оно Накаляется Ситуация Это накаляется То есть Пора бы уже Наверное Как-то выходить Не знаю Там За стол переговоров Садиться Еще что-то Какие-то компромиссы Искать Может быть Какой-то объект Все-таки Католикам Предложить Где они Могут Открыть Свой храм Если они Согласны Конечно На это Вместо Александровского Костела Предпринимались Какие-то попытки Или нет Вот как раз После подачи Последнего Заявления О передаче Костела В собственности Религиозной Организации К чести Правительства Области Скажу Что отец Джекарь Звалинский Был приглашен На беседу В правительство И я знаю Что какие-то Предложения Со стороны Правительства Формулировались Какое решение Было принято Архиепархией Божьей Матери В городе Москве Мне пока Неизвестно 17 числа Отец Григорий Вернется В Киров Я к этому Моменту Представлю ему Исковые заявления Ну и дальше Решение будет Уже за ним И за церковным Начальством Какие-то шаги Все-таки Предпринимались Предпринимались И со стороны Католиков Предпринималась Возможность Обсудить С правительством Не демонтаж Органа А какое-то Совместное Использование Здания Я знаю Что вот Какие-то Предложения Со стороны Правительства Высказывались Католикам Посмотрим Ждем 17 числа Просто отказ Был получен Оспорить Его сейчас Можно Только формальным путем Путем обращения В арбитражный суд Ждем 17 числа Три минуты У нас остается Давайте к вопросам Слушателей Потом если успеем Еще немножко Про дымку поговорим Милана Спрашивает вас Ян Кого вы считаете Своим конкурентом В Кирове Я не могу На этот вопрос Ответить На этот вопрос Должны отвечать Не сами юристы И их клиенты Второй вопрос В формате Блицы Идем Николай Спрашивает вас Ваше мнение По вопросу Ликвидации Коневского рынка Что будет на его месте В городской администрации Не работаю Не знаю Что будет на месте Коневского рынка Единственное Обращу внимание Что Коневский рынок Был достаточно популярен Среди кировчан Вы говорите Был Я сам ходил На Коневский рынок Был на недавнего времени Да И мне бы очень хотелось Верить в то Что И после ликвидации Важного для кировчан Объекта На этом месте Не появится Какой-то очередной Торговый центр Хотя бы парк Для кировчан С тем Чтобы Ну как-то Один социально важный Объект Заменить На какой-то другой Но опять же Решение Это Исключительно В компетенции Администрации города Ян Евгеньевич Две минуты ЦДС Или дымка Без разницы Давайте ЦДС Или дымка Давайте дымку Давайте дымку Все выходные Фактически Обсуждается Широко Тема Опять же В социальных сетях Илья Шульгин На прошлой неделе Рассказал Что не нравится ему Раскраска домов В дымковские узоры Но мы знаем В Кирове Есть несколько объектов Первый из них Если мы о домах Говорим Появились на улице Комсомольская Тогда Все это Преподносилось Как Некий объект Способный Скажем так Дать понять Что за город Проезжающий мимо На поезде людям Но в частности Вот эта цель Преследовалась Вот Илья Шульгин Сказал Что ему Эта раскраска Не нравится Хватит пытаться Изобразить С себя Такой Дымковский Край Каждый раз Едешь И каждый раз Такая боль Когда видишь Как все это Размалевано И честно говоря Вот я не могу Предположить Чем закончится Эта история Не получится ли Так что сейчас Закрашивать Эти дома Могут и закрашивать Могут и оставить Это же смешно Если будут Закрашивать Ну возможно Я лично Как например Налогоплательщик Не одобрю Если государственный Муниципальный бюджет Будет тратить Деньги На то Чтобы осуществить Ремонт Фактически Частного здания Квартиры В котором Находятся В собственности Граждан Именно они Как со-собственники Объекта недвижимости Должны принимать Решение Каким образом Им следует Оформлять фасад Что касается Кому что нравится Вам дымка нравится? Ну я всегда был За Достаточно яркое Оформление города И я не претендую Наистину В последней инстанции Но и во времена Никиты Юрьевича Белых Я одобрял Вот подобного рода Яркое цветовое решение И когда Баской решил Реконструировать фасад Я тоже был За достаточно Яркое цветовое Оформление Я считаю О том Что к сожалению Киров город Во многом серый И каких-то ярких Подобного рода Пятен Нам просто не хватает Чтобы глаз Отдыхал В то же время Если архитекторы Специалисты Посчитают о том Что это не совсем правильно Но администрация Вправе Принять решение О правилах Оформления Того или иного фасада Но задним числом Они действуют Задним числом Не смогут Задним числом Не смогут Но администрация Вправе Вынести например Предписание Для собственников С тем чтобы Как-то привести Данный фасад В соответствии Либо Оформить Паспорт Фасада Многоквартирного Жилого дома Подождите Что значит Привести фасад В соответствии То есть администрация Все-таки может Обязать Собственников Перекрасить Этот дом Если захочет Ну в настоящий момент В настоящий момент Как раз на территории Муниципального Образования Город Киров Собственники Уже должны Согласовывать Способы оформления Фасадов Своих домов С соответствующими Структурами Администрации Города В частности С экспертным Советом С архитектурой Раскрашивали Это ведь Несколько лет назад Это все Безусловно Безусловно Но в то же время В настоящий момент Ведь ветшают Все А ну понятно В следующий раз Когда будут красить Могут распорядиться Чтобы все это замазать Конечно Ну не замазать Не надо так Вот так Переделать Хорошо Приукрасить Да Приукрасить Янат Чеботарев Юрист был в нашем эфире В программе Особое мнение Я благодарю его За программу И на этом прощаюсь Эфир Вилан Лапшина Всем до свидания Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM